Мы все-таки профессиональное сообщество, людей, которые каким-то чудесным образом в условиях российской действительности эффективно управляют проектами. Это не высокие слова, а на самом деле конкретные инструменты, практики, методы, которые уже, мне кажется, передаются поколению хороших управлять. Приходите, мы научим в том числе. И сегодня, конечно, на обсловете мы разберем как раз вот те самые лучшие практики, как коллеги, которые люди, которые работают, достаточно открытые проекты и предложения для развития этой компании. Но, надо сказать, что, наверное, и на государственном уровне, и на региональном уровне, и на федеральном, и на региональном уровне, и в организациях, конечно, есть свои подходы, есть свои какие-то особенности. Ну и во многом зависит, конечно, от ключевых руководителей, как управляются разные активности в том или ином направлении, в ведомстве, в отрасли, ключевые и большие задачи. То, что происходит на уровне, наверное, даже системы управления национальными, проектами, программами, иногда становится либо непонятным, либо непозрачным, но управление идет, есть результаты. Вот, наверное, может быть, какой-то секрет сейчас нам раскроет Федор, а как-то все это происходит действительно, потому что Федор является участником всех, реализатором всех активностей, которые непосредственно люди, в качестве Мишенко, реализуют, да, реализуют не только в масштабах нацпроектов, да, но и в программах цифровой экономики, но и во многих других направлениях. Поэтому я с вашим удовольствием предоставляю слово члену Медведеву Совета Конкурса проекта «Руководитель» и заместителю руководителя секретариата, заместителю председателя Крошина Федоровича Чернышенко, Крошина Федоровича Сергеевича. Друзья, добрый день. Сначала я хотел рассказать, как реализуется настраданность права экономики, но потом послушал вчера ваши доклады, потому что с теорией у вас нет. В общем-то, Наталья Сергеевна не сказала, что вам это будет неинтересно. Поэтому я просто поделюсь опытом проектного управления. Дело в том, что у Государственной я попал, пройдя достаточно большой путь в коммерческой структуре, и перед тем, когда я начинал, хотел понять, а сколько здесь вообще ГУС-лучай? Есть ГУС-лучай? Три. Три, включая одного. Тогда, наверное, это будет интересно. В моей жизни были разные проекты. Я открывал первые корпоративные офисы продаж компании «Ховари». Строил универсиады, был перед трампомом экологического центра универсиады 2019 в городе Красноярске. На мой взгляд, вообще спортивные мероприятия – это самые крутые проекты, которые есть. Олимпиады, универсиады. Знаете почему? Как вы думаете, что это отличает больше всего от остальных проектов? Сложно дедлайны. Дедлайны, конечно. Срок, который нельзя перевести. У тебя приезжают команды, у тебя приезжают международные делегации. У тебя есть срок, и все. Ты должен к нему ложиться, разбиться, а то сделать. И это очень крутая история. Я всегда считал, что эксперты – это люди, которые знают методологию применять в зависимости от ситуации. Например, вам надо ввести изменимые кем. Ага, восьмирувание, а вы подай кодры. Поехали. Надо создать проект «Стройка». Окей, пили букв. Поехали. Надо оценить культуру компании. Взять там либо спиральную модель, либо модель культуры Шинина. Написать стратегию, по-моему, все классно, все работает. И вроде я там не имею в Топольской школе экономики, заканчивал, не попью кубку, сертифицировался. И вот я пришел в Топольской Федерации. А там эти модели не работают. Ну, либо работают с очень большим количеством изменений. Почему так происходит? Потому что, опять же, по мезверку мы живем в дуракате. И даже тот пресловутый джайл, о котором сейчас говорим только единый. Ну, это же, во-первых, не методология, а образ жизни, методология, это скрам, либо что-то другое. А в проекте всегда в это фолк. Всегда последовательно, всегда структурировано. И знаете, что нужно сделать с проектом, чтобы он заработал в проекте? Ну, в принципе, в гранатуретической системе. Какие есть идеи? Вот у вас есть проект, его нужно запустить. Что самое важное? Согласование. Людей объединить. Давайте я вам расскажу. Смотрите, первое, там правильное условие, надо получить деньги, да, в бюджет. Второе, надо подготовить нормативную базу НБА в области. Третье, надо дать нам соответствующее распоряжение. А это все стоит. Вот бюджет, у нас, это называется бюджетным процессом. И самое смешное, что, чтобы проект запустился в государство, его нужно переложить в процесс. И на самом деле, он не то, чтобы перестанет проектом, но он становится процессом. Вам надо заложить бюджет, выбить обоснования, получить деньги, заложить опыт, национальный проект. Сейчас у нас система работает с точки зрения ананаспроектов, да? Все деньги в нас в проектах. Вы не возьмете денег ниоткуда. Есть проект, да, конечно. Еще некоторые нюансы. Но 99% это ананаспроекты. И чтобы получить деньги, вам надо положить его в бюджетный процесс. Чтобы получить на это разрешение, чтобы получить возможность выпустить соответственно мотивопробаток, вам надо это положить в правовой процесс, найти всю эту историю согласования. А чтобы запустить это админересурс, вам надо запустить этот процесс исполнения контроля поручения. И самый большой парадокс для меня был, когда я пришел, что хороший чиновник, это человек, который делает из проекта процесс. Но несмотря на это, мы все равно много работаем и много запускаем новых проектов, перекладываем таким образом. В аппарате Терри Николаевич регулируют. У нас проект, сфорова экономика, ну и соответственно все фиберальные проекты, которые туда находят. И за последние годы мы запустили, если это, наверное, самый крутой проект, с которым я хотел поделиться с вами. Во-первых, это, конечно, гостех, единая цифровая платформа, в которой мы пришли огромный, большой проект. Если не читали, советую прочитать, потому что я рассказывать о нем могу часами. Ну либо напишите мне куда-нибудь в контакте, а поскорили интернет. Второй крутейший большой проект, это, конечно же, и промышленное программное обеспечение. Вы знаете, наверное, что прошел ЦИПР, буквально две недели назад. И Михаил Владимирович, пример, лично курирует этот проект, лично работает с компаниями. И это тоже беспрецедентная большая работа, более 160 групп и глобальных проектов, которые стали еще более актуальны после выбора компании. Буквально вчера прошла очередная сессия стратегии связи Российской Федерации, которой не было до этого момента. Не было стратегии развития связи, стратегии развития спутникового бюро. И те проблемы, с которыми мы столкнулись и в рамках радиоучаспектного спектра, и в рамках санкционного инстинцидентного давления, когда мы не получаем оборудование, потолкнули еще к этому проекту, конечно же, кроме стратегии связи, это проект по радиоэлектронике, который тоже запущен. И все эти большие глобальные идеи, они сейчас на слуху, и куда бы я ни приезжал, на стратегию связи с темно-цепой, да, в общем-то, именно текущий международный экономический форум, это как раз те драйверы, которые сейчас идут, и которые сейчас захватывают всю цифровую отрасль. При этом их не было в национальном проекте цифровая экономика. Они появились там позже, когда мы смогли разложить их на процессы. И все это сделано за последние три года, хотя это сейчас основной последний, основная работа. Поэтому я бы хотел, наверное, на этом сегодня цель. Не отчаивайтесь, когда вы приходите на новое место работы, и те модели, которые вы знаете, видите, они не работают. Есть другие модели, ко всем приходится адаптироваться, ведь, мне кажется, основной навык хорошего и правильного композиции это не опускать руки. Поэтому желаю вам не опускать руки и сделаться вперед. Спасибо.